Добрый день, Александр. Программу «Спринт» мы хотели бы задать вам пару вопросов. Скажите, пожалуйста, после этой победы на Олимпиаде, чувствуете ли вы себя реализовавшимся человеком? То есть, добились ли вы самой высокой победы? Назад повернуться, посмотреть, все, что не делается, все к лучшему. Ты никогда не знаешь, я говорю, можно было мечтать в каких-то снах замечательных, что ты выиграешь Олимпийские игры. 12 лет спустя после Сиднея, где была серебряная медаль, завоевать золото, я превзошел сам себя. Конечно, это много работы, много терпения, труда и терпения, во-первых, моей супруги, детишек, которым ты проводишь, иногда жертвуешь этим временем драгоценным, постоянно на сборах, где-то на гонках. И сегодня это мы видим, что госпожа удача, не знаю, расплатилась сполна со мной, поэтому я счастлив. Чтобы первый день соревнований, завоевать золото сразу, это открыть счет опять же велоспорта, там, где его не ждут, делать сюрпризы, приятные сюрпризы, да. В Сидне немножко была недельная уже такая выдержка, все уже напряглись, медалей не было, и мы открыли счет, вечером была Шишигина, уже Ольга, которая завоевала золото. Сегодня мы начали, первый день сразу золото, это прорыв велоспорта и вообще спорта казахстанского в целом. И я думаю, ребята потом, смотря на эту медаль, я же вернулся и в деревню потом олимпийскую, показывал и фотографировался с теми же боксерами. Ребята видели и, я думаю, настраивались уже вдвойне мотивацией, потом уже пошли тяжелоатлеты, Ольга Рыбакова. Я считаю, это только была еще одной стимуляцией для спортсменов. Мы заняли 12 место, такого же результата никто, я думаю, не ожидал. Семь золотых медалей, это большой прорыв и еще раз доказывает, что в Казахстане уделяется большое внимание спорту. Сейчас весь мир, Александр, волнует вопрос, каким будет казахстанский велоспорт без вас. Как вы считаете вообще, есть ли у нас ребята, которые могут продолжить ваше начинание? Есть же ребята молодые, есть же, Глинский в этом году мы видели победил на Лежбастон, Лежбазаев, которые считают, что он может добиться. Сегодня он едет в Вольту и на теми Атимира, который пройдет в Голландии 19-25 сентября. Я думаю, он сможет показать что-то. Есть молодежь, еще моложе, которые в континентальной команде катаются. Поэтому на них большие надежды, такие как Люценко, Камышев, Левбаев. Почему нет? Второй может быть Саган. Получится из них, да. Есть Диченко, который выигрывал турцию в этом году. Зейц, в конце концов. Ну, ребята есть, нужно работать. Просто сегодня вопрос, готовы ли они взять эстафету, скажем, быть ответственным, принять на себя функции лидера. Это кого-то пугает. Того же Иглинского, Базаева, может быть, и нет. Ну, к этому нужно привыкнуть, чтобы где-то в какой-то момент на гонке сказать, да, я готов, все, вперед, строимся и поехали. Это вот. Александр, вы планируете уходить из велоспорта профессионально, но все-таки велоспорт же не будет без вас. Было трудно представить. В прошлом году, после такого падения операций, когда я ходил на костылях в это время, в прошлом году, мечтать, что я выиграю Олимпийские игры, это было точно только в каких-то снах приятных. Ну, это реальность, я сегодня победил, поэтому я считаю, что я поставил жирную такую точку, даже восклицательный знак. Рано или поздно всегда это нужно сделать, поэтому, когда ты делаешь это подходящий момент, с Олимпийской золотой медалью, я считаю, это вдвойне приятно закончить карьеру на такой ноте, поэтому я и продолжил в том году, что не было так предвидено, скажем так, закончить карьеру в Овраге, поэтому я вернулся победить на Олимпийских играх. Конечно, я заканчиваю спортивную и профессиональную карьеру, но останусь в команде «Астана». С моим опытом, я думаю, я должен, просто обязан остаться в команде, завтра я возвращаюсь в «Астану», и там уже мы решим с руководством федерации, какую именно функцию они мне объявят, и потом немножко отпуска, и уже начнем работать с сентября. Расскажите, пожалуйста, как добиться того, чтобы в Казахстане было очень много Александров и Накуровых, чтобы наша команда «Астана» состояла в основном из казахстанских велогонщиков? Если мы хотим выигрывать гонки, то, к сожалению, сегодня должны быть иностранцы в команде, которые будут, как на следующий год мы подписали, гонщик «Анибали» итальянца, который с ним мы постараемся выиграть от «Джиро» до «Италия». Планку мы подняли высоко и стараемся держать на этом уровне. Для нас важны такие победы. Ребята, молодежь казахстанские должны учиться просто с такими большими гонщиками, которые были у нас и «Контадор», и «Амстинг», и сегодня это будет «Нибали». Я всегда начинал с того же, когда работал на «Цабеле» Эрика в «Теме Байле» и «Урле Хаяна». Только набирался опыта и где-то сам выстреливал. Поэтому тут ничего страшного нет, что есть иностранцы и легионеры в команде. Субтитры создавал DimaTorzok